Триллионы рублей на разработку двух месторождений в Ненецком округе. Размер инвестиций, которые будут вложены Лукоилом и Газпромом в реализацию совместного предприятия, назвал Вагит Оликперов. Только на подушке можно долететь. На период паводка Наринмар и поселок Красное связал новый транспортный маршрут. Места для всех. В Ненецком округе появятся места в ясельных группах для детишек от двух месяцев до трех лет. Региону выделено около 72,5 миллионов рублей из федерального бюджета на создание дополнительных мест в яслях. Педагоги-дошкольники города на себе осваивают групповые формы работы с детьми. Занятия проводят представители рыбаков фонда из Москвы. С техникой на «Вы» в Наринмаре прошел конкурс профмастерства среди трактористов. Лучшего из лучших выбирали среди выпускников профессионального училища. Здравствуйте! В эфире новости на телеканале «Север». С вами в студии Илья Сахаров. Инвестиции «Лукоила» и «Газпрома» в совместное предприятие, создаваемое для разработки Лаеворского и Ванаевийского месторождения, оцениваются в 3 миллиарда долларов. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент «Лукоила» Вагит Олегперов. Доли в совместном предприятии распределятся 50 на 50, отметил Вагит Олегперов. Таким образом, на долю «Лукоила» придется около полутора миллиардов долларов инвестиций. Это действительно масштабный проект, который будет требовать колоссальных инвестиций. Он даст толчок к развитию юго-запада Ненецкого автономного округа. Мы делаем хорошее открытие на Командиршовском месторождении. То есть у нас достаточно здесь большая перспектива. То есть я надеюсь, что вот эта удача геологоразведки нам будет сопутствовать не только в 2018 году, но и в будущем последующий год. Напомню, «Газпром» в 2016 году выиграл лицензии на оба месторождения, предложив за них более 23 миллиардов рублей. При стартовом платеже 8 миллиардов. В тендере также участвовал «Лукоил». Как заявил член правления «Газпрома» в Севел от Черепанов, по имеющимся лицензиям необходимо провести геологоразведку и переоценку запасов месторождения. Месторождение планируется ввести в разработку после 2022 года. Уровень стабильной добычи будет составлять 10 миллиардов кубометров в год. Развитие Арктики – новый вызов для России. От того, насколько успешно страна сможет работать на этой территории, во многом будет определен и успех в будущем. Ключом к развитию арктической территории должно стать освоение Северного морского пути, как главной жизненной артерии для северных территорий. Задача, стоящая сегодня на повестке дня – сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерии. Об этом говорили участники панели дискуссии «Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста», прошедший в рамках Петербургского международного экономического форума. Северный морской путь – важнейшая часть инфраструктуры экономического комплекса российской Арктики и связующая звено между российским Дальним Востоком и западными районами страны, между Азией и Европой. Севмор путь формирует условия для развития инфраструктуры морских портов, железнодорожных и речных коммуникаций. Одним словом, обеспечивают условия жизнедеятельности на северных территориях России. Поэтому, отмечают эксперты, в данном направлении развития Арктики необходимо создание альянса, в который бы вошли представители власти, добывающие компании и судовладельцы. В этом триумферате должен быть создан бизнес-проект. Без сомнения, важная часть развития инфраструктуры и территорий. Поэтому и здесь, и в проекте будут регионы, будут губернаторы. Ну и, надеюсь, сформировав такой альянс равноправных взаимоинтересованных участников, мы и двигаемся. Вот, собственно, наш подход. Открытая платформа, в которой имеют право голоса и право внесения в предложение все. Территория, с одной стороны, доверия, с другой стороны, коммерческая прорезанность. России до 2023 года необходимо построить до 10 ледоколов для обеспечения надежной и своевременной навигации по Северному морскому пути. На реализацию программы потребуется полтриллиона рублей. Я почти уверен, что никакие полтриллиона рублей нам государство в чистом виде не дает. Поэтому мы вышли с предложением о смешанном финансировании, где будет часть государственное денег, часть денег возвратное, старт денег ПНП, часть денег гостерпорации Росатом, часть денег, привлеченные в СССР. Почему все это рассказывает? К тому, что, формируя сейчас экономическую модель, мы должны заранее заложиться с договоренностями, с грузоотправителями и с перевозчиками, а тарифе атомного ледокола. Именно он будет основанием для возвратности инвестиций, но и тоже гарантией для банков или для бюджета в случае формирования вот этих государственных, которые часто такие и часто такие инвестиции. С универсальными атомными ледоколами России будет обеспечено лидерство в Арктике, а Севмурпуть может соперничать с Суэцким каналом в грузообороте. Вместе с развитием экономической составляющей арктической зоны нельзя забывать и про социальную. Об этом в ходе панельной дискуссии заявил экс-губернатор Ямала, ныне глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. В настоящий момент в программе по госразвитию Арктики, которая разработана до 2025 года, о человеке, живущем в Арктике, нет ни слова. Я вот специально выписал, извините, что там по бумажке, значит, госпрограмма по развитию Арктики до 2025 года Министерство природных присутствует. Четыре пункта. Передостойка платформа, проекты делаются в 2018 году, строительство природоохранного флота для морских инспекторов 12 штук, модернизация информационной системы «Север», это сборы и предоставления информации по северному морскому бюджету, модернизация сети наблюдений за соответствующей правообращающейся в Северной Арктической зоны Росбитании. Программа 19,6 миллиардов рублей до 2025 года, основные деньги привязываются в 2015 году, в 2015 году и так далее. Для этого в ближайшее время должен быть принят долгожданный закон об арктической зоне и появится единая структура, которая бы возглавила работу по развитию Арктики. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Санкт-Петербург, Экспофорум. Северная транспортная компания осуществила первый пробный пассажирский рейс по Печори в поселок Красное. В период межсезонья, вплоть до середины июня, судно на воздушной подушке «Полярник» поможет сельчанам избежать транспортной изоляции. Первыми пассажирами нового рейса стала и наша съемочная группа. Транспортная безопасность населенных пунктов Нижнепечория по-прежнему является темой номер один и для окружных властей, и для районных. Вопрос остается актуальным как в период распутицы, так и в сезон ледостава. И ключевые слова в этой теме – регулярность и безопасность перевозок пассажиров. Транспортная логистика для поселка Красное в этом году будет изменена по инициативе главы региона. Было поручение губернатора осуществить связь между поселком Красное и Ренмаром. В рамках этого решили сделать пробный рейс сегодня днем. Посмотрим, как будет с пассажирами. И в дальнейшем, пока с частотой, один раз в день будем производить данный рейс. То есть жители ждут? Ну да, с главой все согласовано. В общем, да, все предупреждены. Вместительное, уютное и скоростное судно на воздушной подушке «Полярник» ежедневно будет курсировать в населенный пункт. Помимо задачи по доставке пассажиров, рейс будет выполнять функцию транспортную. Регулярно «Полярник» станет доставлять в поселок Красное, почту и аптечную продукцию. У нас заключен договор с главпочтампом, с ненецкой фармацией. Если какой-то груз от них будет, то не проблема. Возьмете на борт? Да, конечно. Новое скоростное судно пришло к нам в регион своим ходом из Усть-Цильмы в конце октября прошлого года. Первые рейсы показали, что подушка готова к работе в суровых условиях Крайнего Севера. Техника хоть и сложная, но безопасная и надежная. Мощность двух двигателей «Каменс» почти 140 лошадиных сил. Классификация судна «Ховеркрафт», что в переводе с английского парящий над водой. Действительно, при средней скорости в 45 км в час судно на воздушной подушке «Полярник» в буквальном смысле парит над водой Кузького шара. Машина замечательная, комфортная, но сложная в управлении, считает капитан скоростного судна Иван Кононов. То и дело маневрируя среди торосов уже не зимние печёры. Иван – капитан опытный за штурвалом СВП уже 7 лет. Судоводитель без необходимых навыков просто так не полетит на подушке. И даже не взлетит. До Красного мы добрались меньше, чем за час. На берегу нас уже ждал глава муниципалитета. Мост демонтирован через Кую. И, по-моему, впервые долго не ходила подушка в Красное. В Красное подушку вообще никогда не ходила. Вообще первый раз, да? Можно сказать, исторические события в Красное. Альтернативный транспорт, воздушная подушка. Посмотрим, насколько это понравится жителям, устроит расписание и всё прочее. Ну, по крайней мере, возможности безопасно добраться до Нареймара, если появится. Мы будем ездить, что это будет на регулярной основе. Вместительность полярника – 22 пассажира. Грузоподъёмность свыше двух тонн груза. Рекомендованная максимальная скорость на льду – 70 км в час. По воде – до 50. В распутницу это судно незаменимо. Раз в день периодичность достаточно. Посмотрим. Ну, то есть, на сегодня, в принципе, есть альтернативные переправы через Кую. То есть, там частенькие переправляют через Кую тоже. Насколько востребовано у жителей. Ну, покажет время. То есть, надо привыкнуть, надо объяснить и посмотреть, как это всё было. Кроме пассажиров ещё и почта. Ну, да, это очень удобно, да. Если почта будет регулярно ходить, то есть, без всяких мучений, это очень удобно. Выполнив первый регулярный рейс, полярник возвращается в Нарянмар. Ветер идёт в корму, капитану то и дело приходится сбавлять скорость, маневрировать. Доставив нас в город, судно набирает новых пассажиров. На этот раз в Тельвиску. В первый рейс, как на первое свидание. Наше свидание получилось удачным. До 2022 года для переселения из ветхого жилья за счёт средств округа будет приобретено 796 квартир. Речь идёт о приобретении жилья в Нарянмаре и посёлке Искателей. Как сообщили в Департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненинского округа, общая стоимость приобретаемого жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, составит более 2,7 млрд рублей. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья в регионе предусматривает три этапа реализации. Первый этап для Нарянмара и посёлка Искателей планируется завершить в этом году со сдачей первых трёх секций в строящемся доме по улице Вятаров и сдачей двух домов по улице Поморская. Общая потребность в рамках первого этапа для двух муниципалитетов составляет 70 жилых помещений. Ко второму этапу переселения в Нарянмаре и посёлке Искателей планируется приступить в следующем году. Ненецкому округу выделено около 72,5 млн рублей из федерального бюджета на создание дополнительных мест в Яслях. Об этом сообщил руководитель Департамента образования, молодёжной политики и спорта НАО Илья Иванкин. К концу 2021 года в округе будет создано 93 дополнительных места в дошкольных образовательных учреждениях для детей от двух месяцев и до трёх лет. В 2019 году в селе Несь планируется ввести в эксплуатацию новый детский сад, где появится 17 мест для указанной категории детей. В 2020 году ожидается 60 мест в построенном к этому времени новом здании детского сада в городе. На строительство этих двух садов из федерального бюджета выделено по 36 млн рублей. В 2021 году планируется сдать в эксплуатацию новое здание школы сада в посёлке Нальминос, где для малышей до трёх лет будет предусмотрено 16 мест. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет – этот показатель определён на основании данных электронной очереди и планируемого количества ввода дополнительных мест в возрасте от двух месяцев до трёх лет. В 2020 году мы планируем достигнуть показателей на уровне 100% согласно поручению президента. Ранее глава Ненецкого округа Александр Цибульский неоднократно призывал администрацию округа пересмотреть подход к привлечению дополнительных средств на развитие в том числе социальной инфраструктуры. В частности, временно исполняющий обязанности губернатора поручил профильным ведомствам оперативно проработать вопросы привлечения дополнительных средств на субсидирование авиаперелётов, строительство и модернизацию образовательных учреждений и домов культуры, охрану окружающей среды. Педагогам-дошкольникам Наринмара рассказали про детей. Именно так называется образовательная программа, которую организовали представители Рыбаков фонда из Москвы. Данная программа – пример успешной реализации культурно-исторической теории Выгодского, которая включает в себя комплекс оригинальных педагогических технологий, направленных в первую очередь на развитие саморегуляции и обогащение игровой деятельности у дошкольников. Педагоги-дошкольники города на себе осваивают групповые формы работы с детьми. Один из её методов – инсценировка сказки, но разными способами. Одна группа показывает сказку без слов, другая вместо реквизита задействовала коллег. Третья одного героя заменила игрушкой. Специалисты Рыбаков фонда отмечают, что через такую форму игры педагоги учатся задействовать каждого ребёнка в группе, раскрывать потенциал детей и распределять роли. В рамках занятий педагогов ознакомились с принципами и технологиями организации, развивающей предметы пространственной среды в программе дошкольного образования, ориентированной на ребёнка. Рассмотрели игры как способ развития потенциала дошкольника. Программа инновационная, интересная, в рамках которой сейчас у нас проходит обучение в разных регионах. Педагоги включают в образовательный процесс элементы программы, технологии, решения, и она очень результативная. Мы надеемся, что благодаря сегодняшним семинарам большое педагогическое сообщество детских садов Нинецкого автономного округа активно включится во все наши программы, будут участвовать в конкурсах, приедут на летнюю школу, будут обучаться по программе «Делять вопрос детей». Таким образом и на территории Нинецкого автономного округа создаться такое интересное, яркое сообщество педагогов-прогрессоров. Лучшего тракториста сегодня выбирали среди выпускников Нинецкого профессионального училища. После теоретической части, в которой ребята показывали свои знания в области правил дорожного движения, в финале оказалось пятеро участников. За конкурсом наблюдала и наша съёмочная группа. Конкурс профмастерства в Нинецком профессиональном училище проводится каждый год, при условии, что по данному направлению есть выпускная группа. В этом году выбирают лучшего автомеханика, сварщика и тракториста. По количеству набранных баллов после теории в финале оказались пять ребят из двадцати. В практической части трактористы должны подъехать задним ходом к прицепу, закрепить его, показать разворот. Всего надо выполнить шесть упражнений. В жюри конкурса три человека. Из них два мастера, которые работают с ребятами. Председатель судейской комиссии, опытный тракторист-стажист, представитель муниципального предприятия «Северожилкомсервис». Их предприятие предлагает рабочие места выпускникам училища. Победители, они тоже осматривают работодателей и по необходимости они их приглашают. Проблема у нас с ребятами бывает только в том, что они уходят в армию некоторые. И потом уже приходят. Те, кто уходят, например, в декабре, то летний период и осенний, они нередко тоже устраиваются. Поэтому, ну, надеемся, что сегодня и победители, и два призера, как правило, три человека, мы можем их позиционировать как победителей лучших из лучших. И я думаю, что и предлагать работодателям в том числе. После подведения итогов победитель получит денежное вознаграждение в размере 4 тысяч рублей. Остальные четверо финалистов также будут поощрены. Иван Никонов, Александр Бабрякович, Владислав Носкин, Телеканал Север. 1 июня в Наринмаре состоится благотворительный концерт, посвященный Дню защиты детей. Его организатором выступает Дворец культуры Арктика при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Ненецком округе Римы Галушины. В благотворительном концерте под названием «Взрослые дети» примут участие представители органов власти и общественные деятели Ненецкого округа, а также детские и творческие коллективы. Программа концерта обещает организаторам не оставить равнодушным ни одного зрителя, поможет икунуться в знакомый с детства мир сказки и добра, подарит улыбки и заряд хорошего летнего настроения. Каждый творческий номер обещает быть уникальным и интересным, а гости праздника в течение вечера ждут приятные сюрпризы. Концерт состоится 1 июня в 18.00 в концертном зале Дворца культуры Арктика. Стоимость билетов от 200 до 500 рублей. Все вырученные средства будут переданы в Ненецкое региональное отделение Российского Красного Креста для помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Такова была информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.